Денис Денисенко Денис Денисенко Денис Денисенко Денисенко То есть мама с грудничком, с мужем, нельзя было не оказать им помощь. Скажите, вообще какие потребности у людей, мы понимаем, что в первую очередь это еда, но кроме этого, одежда, что еще? Назовите еще категорию. Это кровь, прежде всего, крыша над головой, отапливаемая, потому что сейчас холода, и никто не думает на самом деле, что будет происходить дальше, когда наступит похолодание. Многие базы, на которых сейчас живут переселенцы, не приспособлены для зимнего проживания. Это еда, безусловно, особенно в городах АТО, где нет пенсий, где пенсионеры не могут расплатиться, даже получая деньги на карточку, они не могут расплатиться карточкой, потому что многие сети магазинов закрыты, и поэтому наступает реальная ситуация голода. То есть, вот, те бабушки, пенсионерки, дедушки, которые нуждаются, ими как раз и заполнена, в основном, очередь в нашей гуманитарной помощи. Каждую неделю в Мариуполе, оттуда, в зону АТО, отправляется помощь гуманитарного рейса Рината Ахметова. На каких городах сфокусировано внимание? Ну, в частности, на этой неделе помощь будет сфокусирована на городе Донецке, на городе Макеевке, Докучаевск. Мы будем смотреть, достаточно сложно доставлять помощь в города, где проходят военные действия. Возможно, это будет еще Дебальцево, Горловка. Но вот каждый раз это сопряжено с риском для водителей, каждый раз это сопряжено с риском для волонтеров, которые эту помощь выдают. Вот я хотела как раз спросить вас о том, как проходит раздача помощи в Донецке, там практически каждый день обстрелы. В Донецке достаточно сложно проходит помощь, потому что очень большое количество людей нуждается в этой помощи. Очереди в 50, 60, 100 человек устраиваются силами наших волонтеров, силами сотрудников наших предприятий, в том числе футбольного клуба «Шахтер». Эта помощь организована, тем не менее ресурсов мало, ресурсов не хватает. Мы сейчас планируем открывать новые точки, используя не только исполкомы, не только поселковые советы, но и дома культуры, там, где эту помощь можно максимально разгрузить очередь, чтобы люди не стояли. Потому что иногда люди занимают очередь с 5 утра, для того, чтобы получить эту помощь. С какими еще проблемами сталкиваются волонтеры, кроме того, что это прежде всего опасно? Иногда это связано с риском задержания, вплоть до того, что иногда это, ну, элементарно, вот, сама очередь достаточно агрессивна. И люди, не получая помощь, или если мы вынуждены из-за несоответствия категории, несоответствия социально незащищенным слоям населения, отказать в этой помощи, то это, возможно, иногда и угроза насилия, то есть это драки. Ну, поэтому это все время такая напряженность. Понятно. И расскажите, пожалуйста, еще сколько еще гуманитарной помощи будет доставлено на Донбасс в ближайшее время? Еженедельно мы доставляем 90 тысяч наборов, то есть это 90 тысяч семей, которые нуждаются в помощи. То есть в целом в течение месяца мы планируем около 350-360 тысяч наборов и семей обеспечить этой помощи. Спасибо вам. На вопросы событий отвечал руководитель направления гуманитарная помощь в штабе при фонде Рината Ахметова Денис Денисенко.